всем доброго дня на сегодня я вам покажу опять что можно сделать с индикаторами самых различных конфигураций и целенаправленности я уже пару выпусков делал и год назад и два назад по индикаторам но все меняется все что-то совершенствуется вы уже неоднократно видели вот такие варианты у меня вот еще интересный вариант сделал значит для чего это все нужно дело в том что я уже неоднократно вам и про древние технологии рассказывал и про то что надо оставить сторону осциллограф а смотреть совершенно другими глазами и другими методами на вихревую энергию так как она видится только тогда когда мы применяем совершенно другой вид индикации и еще по поводу того что когда-то я вам тестировал мне присылали комплект от биолиса такую огромную коробку и в ней был индикатор вот такой вот сделаны из витой пары меня это очень возмутило тогда как я вам рассказывал ну а вы знаете что у меня индикатора всяких разных сколько лет я занимаюсь этим очень много вот такие виды индикаторов вот это с большой чувствительности это меньше но вот все это для обычных энергий которые излучаются торами или плоскими торами как бы в паразитном виде а вот эти уже чисто для статического режима то есть именно ту энергию которые необходимы поэтому так как все но необходимы и такие индикаторы такие вот я мир еще больше года назад тоже сделал вот такой индикатор вы наверно знаете многие из вас что это обычная fit метка вот программируется таким устройством это с алиэкспресса еще пару лет назад даже больше где-то как-то заказал хотел на arduino кое-что сделать но так все и валяется и вот из них можно сделать в общем-то довольно компактные очень миниатюрные довольно таки надежные и даже вот можно носить с собой на ключах прямо индикаторы как это делать я вам подробно сейчас расскажу как и про эти индикаторы так и про эти индикаторы а все по этому выпуску у меня будет две части вот одна часть техническая я вам покажу как рационально сделать как разобраться с этими светодиодами бескорпусными как их правильно нормально паять один из методик конечно вы можете по-любому по-своему все делать но я вам покажу такую оптимальную методику вот можно конечно как и раньше делать на вот этих лентах вырезать и сюда их запаивать но явно пер предпочитаю и вам рекомендую все таки вот такие варианты именно спаивая бескорпусные светодиоды вместе в матрицу они гораздо более компактный получается и более информативные так как когда вот эти светодиоды раздельно они не так заметны для восприятия а вот когда вместе они очень хорошо вместе показывают состояние окружающей среды поэтому я решил вам вот это показать как это можно сделать значит обычные рфит метки которые на 125 килогерц есть на 356 но 36 мегагерца они не годятся это вот такой вариант вы можете посмотреть что разница между этим и этим в том что вот здесь катушка намотана гораздо более тонким проводом чему здесь это здесь 015 018 миллиметра провод 13 витков это вот все можете вы сейчас видеть на скринах которые я вам сейчас подкидываю вот здесь вот 13 витков одного слоя на 356 мегагерца поэтому этого очень мало для того чтобы сделать из него индикатор так что не ошибитесь вы можете именно как раз заказать взять вот эти я вам потом накидаю ссылок на алиэкспресс как это можно все заказать какие оптимальные цены очень получается что на алиэкспрессе всего-навсего 10 штук стоит менее двух долларов а 100 штук вообще там где-то 13 14 долларов то есть если вы там это делаете массово то можете 100 штук взять всего за 13 долларов и вот наделать вот таких вот миниатюрнейших индикаторов как они светятся я все покажу и как конечно делать я все покажу значит всего-навсего что надо сделать скрыть эту фит метку снять с нее эту крышечку конечно она здесь очень хорошо здесь вставлена поэтому вытащить так просто не удастся значит как это можно сделать один из вариантов ну есть несколько вариантов как можно сделать но самое оптимальное опять же как для меня вот я считаю так берете вот у вас есть эффект меткам что вы делаете вот берете там 5 10 100 штук сколько вам нужно берете кастрюльку нагреваете воду 90 95 градусов не обязательно до кипения доводить и перед тем как их туда окунуть надо обязательно выключить не надо чтобы они кипели положить туда на минут пять пока чтобы они прогрелись пластик становится мягким он довольно таки термоустойчив поэтому надо время чтобы он размягчился берем вот то ли отвертку то ли какое-нибудь вот что-то приспособление вставляем вот сюда и здесь так как вы вытаскиваете из горячей воды но горячая здесь какую-нибудь прокладку чтобы палец не прожечь и нажимаете вот так вот сейчас она холодная поэтому жесткая а когда будет мягкая вот когда вы так сделаете вот эта крышечка она приподнимется и буквально вот полмиллиметра где-то там появится зазор вот надо будет что-то очень тонкое в виде скальпеля ну или что-нибудь подобное туда просунуть в этот зазорчик и приподнять но может быть возникнуть проблема в чем что не больше двух миллиметров так как если вы больше двух миллиметров туда вставите лезвие то можете повредить намотку поэтому всего на 2 миллиметра туда вставляем эта крышечка просто напросто стреливается это вы быстро очень научитесь и все будет аккуратно и красиво потом уже когда сделаете вот берете и щелк щелк и защелкнули и все получается достаточно надежно значит когда мы скрыли им мы видим вот такое стоит чип вот я вытащил один из них чип имеет две площадки контактные заложенные значит обычно здесь ляпают в прямом смысле этого слова вы какой не откроете везде будет по-разному компаут некоторые которые закрепляет и его сам саму эту катушечку и сам чип чтобы он тут не дергался не двигался ну и герметизирует таким образом вот видите все разную вероятнее всего что вот эти контакты будут покрыты этим компаутом поэтому паяльником надо его немножко разрыхлить он разрыхляется добраться до контактных площадок до припоя и этот припой желательно слегка залудить потому что он твердоплавки вот здесь припой и когда вы будете паять уже вот такие готовые матрицы может так если у вас будет достаточно толстый провод хотя я рекомендую потоньше проводом где-то 0 15 02 миллиметра делать эти вот выводы припаивать это я вам потом все расскажу и чтобы у вас не прогрелась этот провод и соответственно здесь вот не отщелкнули светодиоды поэтому заполняете вот эти площадочки чуть-чуть буквально легкоплавким припоем до используйте конечно только легкоплавки припой типа под 61 вот у меня тут куча с китая в свое время то что я когда-то заказывал бобины поставались вот на них мгтф накручиваем остатки вот берете нормальный только припой уже есть припои такие которые не очень хорошие но это уже сами ищите припои эти площадочки пропаиваете и потом он буквально вот эту матрицу сюда положили и запаяли свободником все все что надо сделать то есть берете рфит метку который стоит где-то грубо около 0 15 доллара то есть 15 центов берете целую пачку берете вот такие светодиодики которые стоят примерно в ленте сто штук где-то около цента то есть доллар полтора даже меньше есть такие ленты продаются такие конечно уже не надо вот выбираете сейчас я вам покажу как паять их так чтобы было удобно потом их использовать и вот делать вот такие матрицы и все у вас буквально если даже вот и брать по 100 штук тот 0 13 доллара 0 15 вместе со светодиодами у вас получается вот так вот берете защелкиваете и все у вас готовый индикатор которым можно пользоваться под радиус действия не очень большой но по крайней мере примерно такой же как вот делают обычные индикаторы и и гораздо чувствительнее чем вот на таком подобии страшным а главное можно по ним хоть ходить ничего с ними случится на ключики прицепили и занимаетесь значит еще раз заострю внимание что вот здесь всего 13 витков в один слой поэтому нам никак это не годится я просто имею ввиду чтобы вы не накололись на 356 мегагерц не купили вот здесь получается вот опять же скрины показываю вам здесь примерно где-то около 30 витков и почти 20 слоев то есть 550 600 витков этого вполне достаточно чтобы обеспечить светодиоды как индикаторами вот у меня например вот здесь вот где-то витков 70 намотана но здесь диаметр большой а вот на этом но опять же здесь феррит где-то 150 витков должно было быть я уже не помню точно пусть несколько лет назад паял и все это делал где-то 150 витков но опять же из-за феррита а так как у нас голая обмоточка то где-то 550 600 это вполне достаточно чтобы обеспечить причем провод здесь 005 если даже не тоньше вероятнее всего даже может 004 теперь как нам можно оптимально забаять светодиоды чтобы их не повредить и чтобы все аккуратно быстро их напаять вот такими матрицами значит что нам необходимо будет конечно нужен будет паяльник но с ограниченными температурными делами то есть вот у меня например вот этот паяльник сейчас он нагрет на 310 градусов 300 310 градусов если вы берете легкоплавки припой это самое будет оптимальное то есть довольно таки будет аккуратная пайка от подойдут легкие паяльники вот дешевые паяльники с алиэкспресса тоже вам ссылку кину они несколько долларов стоит буквально тут тоже можете выставить такие более дорогие модели цифровой индикации да всякие разные ну конечно вот не берите вот такой с таким огромным жалом даже вот этот паяльник но с таким жалом не годится надо конечно поменять его на тоненькие вот ну вот как здесь как я вам показывал именно жало обязательно должно быть тонкой и не больше 300 310 градусов дальше понадобится если вы собираетесь вот такие матрицы делать я обычно на эти матрицы если можно глянуть точнее здесь я беру тонкий провод напаиваю на концы вот 015 020 вот берется просто залуживается медный провод любой голый с какого-то провода если делаю индикаторы вот когда мне надо на сюда например как меня на посохе или вот как здесь вот индикатор внутри я там делаю такие длинные проводнички то обычно на второпласте тонком тоненький второпластовый мгтф провод он достаточно гибкий и тоненький не надо сюда толстого ничего потому что все очень хрупко если вы будете проводники толстые сюда запаивать во первых вы перегреете сами матрицы и он чуть что быстрее сломается сам светодиод чем прогнете например толстый провод значит что можно сделать с этим в первую очередь для того чтобы все было нормально вот на первая вот по специально подбирал вот и все вот эти светодиоды я подбирал по параметрам отбирал их то есть учатся просто их положил а вот чтобы они сходились делал то что проблема в чем вот я вам сейчас покажу на этих светодиодах на матрице я вам уже говорил когда-то что надо их вот эту матрицу так просвечивать на очень малом токе чтобы они ели ели светились чуть позже покажу вот и потом и видно вот они по тройкам идут уж на 12 вольт чему я использую здесь по 3 здесь без разницы можно 2 можно 3 можно 4 туда и сюда вот как у меня здесь вариант есть на 6 это особого значения не имеет просто привычка уже тут по 3 на 12 вольт как привычнее можете по одному делать вот нет тоже 3 а где-то есть варианты вот этот вариант видите еще на полоски и вот надо тоже выбрать вот эти светодиоды чтобы они по яркости были одинаковые потому что если вы в матрицу вот сделаете матрицу вот по три штуки и если посмотрите если просто сделаете то у вас обязательно попадутся из десятков 12 а то и три даже больше которые будут светить неравномерно и вот у меня есть я тут как-то вот тоже без этого без отбора мне надо было быстро это сделать и я запаял поленился и вот меня например на этом заметно будет это же как покажу но во второй серии вот на этих нормально все индикаторы я здесь все отсортировал а вот именно на этом у меня есть неравномерные матрицы которые в зависимости от того как я вот что-то какую-то чувствительность меряю особенно на малых только когда вот совсем когда они ярко светят проблем нету но когда вот это вот именно вот начинает засвечивать вот когда микроамперы идут буквально там буквально чуть-чуть энергии вы схватываете очень заметно это очень мешает восприятию поэтому желательно вот эти светодиоды все перед этим проверить как ну конечно у кого есть вот такие приборчики которые замеряют светодиоды и прямо на них падение напряжения замеряется или вот как вот более совершенный вот этот я вам покажу примеру вот нажимаем вот она проверяет и выдает 267 вольтам следующий смотрим 268 ну подойдет 268 подойдет дело в том что эти светодиоды они все с разных серий 269 еще подойдет а даже в одной партии она может быть разброс довольно таки большой при вот 271 уже не подойдет но вот в чем еще дело вот проблема немножко состоит в том что зависимость того как вы хорошо зажмете ну или как попали на контакт так как кислин контакт 273 нет этот сюда не подойдет 269 вот и вот так набираете и потом еще раз еще раз проверяете обязательно еще раз потому что можете не заметить какой-то момент вот я же говорю что контакт будет не очень надежен или как то еще и вот вы можете все таки пропустить момент этот но вот такая сортировка она дает вот 270 уже нежелательно значит его сторону или его тоже вот где набираете если наберется 270 или 272 значит набираете их вместе вот 270 но они должны быть вот эти эти 268 269 до 3 и 3 должны быть и там и там такие же потому что опять же если будет там 270 там 268 или 272 тем более с одной стороны а с другой стороны будет 272 то уже будет разница и вот так вот подбираете это все ну если таких приборов нету простейший случай просто берете резистор какой-нибудь на 25 килоом ну какие-то щупы тоже надо какие-то контактики все-таки надо сделать лишь бесконтактные вот их как-то надо найти чтобы вам сделать или от тестером и просто на тестере на контакты подаете напряжение какое-то и подвод прямо на светодиоды смотрите и смотрите падение напряжения на тестере и все и уже поэтому падение напряжения соответственно замеряете и смотрите подойдет не подойдет вам но там уже полярность потому что если вот на этом приборе ведь он без разницы мне полярность в какую сторону он цену его засветит проверит вот это предварительно диагностика все мы отобрали над мерах теперь как же их паять чтобы вот все было нормально берем оптимально вот как мой вариант берем двустороннюю скотч режем вот такой вот примерно кусочек и наклеиваем на какую-то поверхность ну вот желательно такой кута коврик убираем слой защитный конечно и эти светодиоды все переворачиваем вот эти в сторону и смотрим вот здесь вот по самим светодиодом видно что вот эта площадочка она или левее или правее делаем вот например у нас площадка вот здесь да конечно желательно иметь пинцет хороший типа такого но не обязательно и вот складываем три штучки нам надо вторую партию складываем рядом но в другую сторону делаем это плотненько и желательно сразу потому что вот если на ленту липкую вы не положите правильно сразу потом будет тяжеловато сместить ну а теперь смотрим вот у нас эти смотрят в одну сторону а тут я положил неправильно вот я специально сделал чтобы было веселее видео немножко сложновато но все это делается значит обязательно эти в эту сторону эти пошли в эту сторону можете помогать вот немножко прижимаете их для надежности хотя уже достаточно дальше можно по 2 например класть если он так надо именно по 2 вот это в одну сторону вот это в одну сторону это в другую сторону вот и можете так укладывать все прямо по порядку можете все заполнить ну некоторое расстояние держите дальше берете флюс можете вот такое но это слабоватым желательно все таки флюс желательно все таки флюс не агрессивный смазывайте контактики не жалейте в этом нет ничего страшного дальше берете нормальный припой значит диаметр 0,6 до единички потому что толще тоже не очень удобно вот у вас есть паяльник значит нормальный и залуживаем вот эти вот площадочки но вот видите сбиваем лишнее надо учесть что каждую площадку паяльником можно прикасаться не более одной полторы секунды да поэтому это вот да вот с Если у вас площадочка где-то не запаялась, не залудилась, значит надо подождать чтобы она остыла и опять по новой и дальше вот если например вот такая матрица ну желательно вот эти проводочки например как я паяю ну опять же ваше дело факт то что это не сложно нужно длина или там не надо длина опять желательно смазать а 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 и например если вы собираетесь индикаторы вот такой вот двойного на назначения как здесь у меня опять же можете или таким или вот так как я делаю они у меня статического назначения уже чисто вот внутри они не касаются ничего они просто лежат рядом вот возле полосок так же само как и на посохе то есть они просто висят в воздухе поэтому надо чтобы было какое-то расстояние длина этого провода некоторые отходит сразу если вот такое мелкое и дальше берете там типа что-то спирта у меня например спирт не жалеете и она вот и как спирт вычищает все вымывает и свободно можно отделить все залудили зачистили и все чистым и вот тоже самое делается быстро если немножко практику иметь то это все делается очень быстро вы буквально сотню штук можете запаять но за минут десять вот вам как паять быстро и эффективно а дальше уже понятно обложиваете здесь площадочки как я вам сказал обрезаете сколько вам надо ну вот такими тут надо будет сюда это я уже просто подготовил все для посоха теперь немножко покажу вот эти индикаторы значит варианты вы уже видели их неоднократно можно так делать можно так просто чтобы не было сплошного покрытия во первых чтобы расход вот такое ажурное оно и смотрится красиво у меня для эксперимента такие варианты я вам покажу как это работает вот такой карманный вариант он значительно эффективнее работает конечно чем вот этот это самый первый как вы помните вот ну и желательно опять же так как вот например если это медная тем более алюминиевая алюминиевая еще хуже медные еще хоть как-то они какую-то толщину умеют алюминиевые они обычно напыляются на основу поэтому там очень тонкое все там буквально микроны покрытия и оно все конечно царапается сбивается и желательно конечно это все закрыть хотя бы термо кембриком надо меня немножко за большой ну какой был под руками вот для этого пришлось довольно таки плотно натягивать и закрываете чтобы у вас оно эстетический вид имела до достаточный и оно будет еще кое-что иметь то что я вам расскажу о второй части вот площадочка это нужно чисто для того чтобы вы могли касаться если это надо даже нет необходимости касаться вот достаточно вот как у меня здесь я вот держу этот индикатор ничего не касаюсь конкретно металла но этого достаточно этой емкости чтобы было то же самое что и так это для особых экспериментов у меня тоже было эти варианты я вам уже показывал можно делать так но значительно проще сделать вот так потому что тут резать это все это я чисто экспериментировал уже изгалялся вот очень нудно это все потом вырезать и потом снимать это проще взял ленту нарезал накрутил и все можно так можно эдак без разницы вот или вот так мне вот как-то еще год назад этих заготовок наделали на лазерном станке и вот экспериментирую так теперь вам покажу именно как подбирать вот например эту матрицу и вот смотрите вот я уменьшаю вот видите оно светится очень слабо еле-еле и вот они светят все по-разному вот это вот матрица вот из трех плохо видно но вот это ярче светится этим меньше особенно посередине вот эти вот достаточно яркие вот еще значит еще меньше делаем вот видите вот крайне ярче а внутри почти не видно это вообще не светится уже вот эти две светятся и так далее вот видите тут вообще ничего не подходит толком тут вот три вообще еле-еле 3 тут одна яркая одна вообще не светит а третья так посередине то есть вот это надо обязательно отбраковывать видите как по-разному и вот показываю вам вот это вот видите вот я то что он будет что не подбирал и как вот получается матрица светит неравномерно видите засечивается вот начинает светить вот четыре засветились а две позже зачем в разных местах а если взять вот эту вот тоже одна немножко подсвечивает неправильно но более равномерно вот беру эту еще равномернее все это желательно получше так значительно лучше видно все и адекватнее так это у нас первая часть если я что-то забыл я в следующей части расскажу а пока на сегодня все ну и немножко вас заинтригую так как то что я вам покажу я надеюсь вас очень довольно серьезно шокирует в очередной раз и те у кого еще все-таки серый ветер вещество шевелится и умы пытливые они не смогут спать по ночам после того что покажу я следующий раз а поможет мне вот эти вот варианты все что вы тут видите это будет использовано для демонстрации возможностей вот этих индикаторов и для познания вот некоторых тайн древней энергетики я немножко совмещаю вихревую энергию и древнюю энергетику вот этим и в этом будет использована также вот такие игрушки это я сделаю на днях да еще хочу сказать что проведу стрим на выходных или в субботу или воскресенье пока не знаю но постарайтесь приготовиться как то там вопросы если какие-то по всем направлениям особенно по глобальной все всем счастливо всем до свидания и все и и и и и